Ну, кто я, что я. Я вам расскажу про HelloLens, про дополненную реальность. Так, кратенько о себе. Я 8 лет в разработке ПО. Моя специализация CAD-CAM и непосредственно визуализация. То есть, как бы такая часть, которая непосредственно всегда следует за этим делом. Ну и, соответственно, я работаю в том числе в области технологии дополненной и смешанной реальности. И вот я занимаюсь темно-архитектом. По поводу, кстати, вот прошлый докладчик, я вот потерял его из виду, говорил, что вот что для них такое VR. На самом деле есть такая достаточно устоявшаяся терминология, и если вот ее разложить, то есть вот есть вот эти вот четыре грани, и вот есть вот смешанная реальность, это вот все, что их объединяет. Вот, по сути дела, все. Как бы вот такая маленькая напоминалочка, если кто забыл. И мы вот как раз будем говорить про смешивание реальности. То есть мы не будем говорить про конкретно там что-то. То есть это вот и это все дело объединяет. Ну, начнем, наверное, с маленького, самого такого простого, что знакомо, наверное, всем и каждому, да? То есть все пробовали, да? Кто играл в Pokemon Go? Все поди играли, да? Ладно. Не очень популярно. Ну, как минимум, все пробовали вот это, да? То есть, ну, телефон на что-то наводили, он что-то показывает, что-то хорошо, что-то замечательно. Первая боль, которую вы, наверное, испытали, ну, по крайней мере, первая боль, которую я испытал, блин, дико неудобно держать телефон. Ну, то есть его надо держать, это надо, чтобы он из рук не выпал. Нужно не закрыть пальцем камеру, не дай бог, а потому что закроем камеру, ничего не увидим. И это, ну, это вот просто дико неудобно. То есть как-то какой-то маленький девайс, какая-то маленькая короба, ну, тогда телефон, ладно, давайте. Это вот боль, допустим, ну, повернемся так на пять лет назад. Телефоны были маленькие, это было неудобно, это было вот как-то так. В итоге, вот смотрите, что придумали, да, то есть вот придумали специальные держатели, одевают наушники, вот, чтобы вот держать удобно и не закрывать камеру и все такое. То есть всегда нужно думать, да, то есть технология, в принципе, хорошая, но в массы не пошла. То есть, ну, просто тупо неудобно. Ну, вот это вот первое, что всегда столкнется, чем пользователь, это эргономика. Вау-эффект проходит минут через пять. И когда доходит дело до реального использования, ну, подумайте сами, как бы, вот. Вот это еще более-менее. Ну, вот будете ли вы также вот держать свои телепанки? Да. О, мы ловим звуки космоса. Клево. Вот. Вторая, как бы, такая боль. Что? Вторая боль. Это как бы, ну, угол зрения. Все-таки у мобильников он достаточно маленький. То есть вот смотрите на реальную картинку, да, насколько эта реальная картинка уменьшается. И вот, ну, просто увидеть полностью картину какого-то погружения или еще чего-то там, вы от этого не увидите. То есть, по сути дела, технология реально была одноразовая. То есть показали вау-эффект, вау, клево, и все, и как бы про нее забыли. Единственный момент, где эта технология до сих пор живет, и вот где ее пользуются, вот прям, вот сейчас это просто последний хайп. Ну, наверное, вот все догадались, да? То есть вот, это дополненная реальность, как она есть, самый массовый сегмент, вот просто. То есть если вы хотите заработать, я не знаю, на этом деньги, вот ваш сегмент это туда. То есть вот здесь, как бы денег не было, здесь как бы пользователь не оставался, и даже, как бы, ну, один-два пользователя наберете, и все. То есть вот он самый массовый сегмент. Здесь даже если телефон будет держать неудобно, если там даже камера будет смазываться, там, я не знаю, миллион-миллиард причин, там, не знаю, маленький экран, да, пофигу всем. Вот, вот фоточка получилась, остальное не важно. Вот. Ну, помимо как бы эргономических проблем, у нас существуют еще на самом деле проблемы софтварные. То есть это так называемый, ну, я назвал это трекинг и тряска. То есть это вот такое небольшое видео. То есть, ну, в данном случае, несколько лет назад мы использовали маркеры. То есть в данном случае это надпись, это некий маркер. И мы просто проецируем кубики в пространство, да, то есть они привязаны вот к конкретному маркеру. И как вы видите, вот при движении камеры, то есть камера, в принципе, движется не спеша, но сами кубики, они трясутся достаточно сильно. То есть они не плавно и не ровно в пространстве держатся. И на самом деле вот эта проблема доставила много боли. То есть заказчику как бы было сложно объяснить, что ну вот, понимаете, маркер, ну вот, понимаете, камера в вашем телефоне не та или там так-сяк, там плохо видит. Но проблема есть как бы и… Нет, нет, ну там как бы маркер не односложный. То есть вот она есть, от нее никуда не уйти. Вторая проблема трекинга, которая как бы есть, это трекинг и тьма. То есть в случае мобильников это все сильно зависит от освещения. То есть вот у нас есть маркер, мы его сместили. Ну как видите, да, вот камера его теряет, все. Как бы у нас поплыл трекинг, мы уже не можем отслеживать ничего никого и вот печалька. То есть очень много зависимости от внешнего окружения, которые тоже доставляли много боли. Ну то есть опять же я повторюсь, это вот было ну лет пять назад. То есть мы не говорим прям вот в современной фреймворке этого то, что было. То есть мы под это разрабатывали, мы это делали. Это реально была проблема. То есть пользователю не объяснишь, что вот ребята возьмите настольную лампу, поставьте настольную лампу над там маркером и у вас все будет хорошо. Ну это костыль. Это реально костыль. Ну на самом деле было решение. То есть было такое решение в свое время. Не знаю, может кто-нибудь уже догадался какое. Да, решение железное на самом деле. Это вот Google выпустил проект Tango. То есть это не просто вот мы взяли телефон и запихнули в него какой-то софт. Мы взяли специальную камеру, мы запихнули дальнометр, так называемый AR-камеру. Мы перестали зависеть от освещения, мы начали наконец нормально это все трекать. То есть у нас вот просто куча детских вот этих начальных болезней технологий, она просто само собой по себе отпала. Я лично на конференции два года назад, если не соврать, господи, где она в Сан-Франциско была, то есть была VRDC конференция. То есть я лично держал это в руках и реально у нас не было ни тряски. То есть там хоть-хоть завертись этот девайс, он все отлично трекает. То есть голограммы не дрожат, ничего не дрожит, от освещения не зависит. То есть в принципе реально. Но опять же, это железо. Сколько телефонов, которые содержат вот Project Tango в себе сейчас на рынке? Ну, наверное, да, где-то три, наверное, мне подсказывают. То есть их нету. И пока мы не заставим производителей как бы телефонов это все впихивать, ну, не пойдет это в массовый рынок. Но тут вы скажете, как бы, а как же Apple? Да, вот Apple недавно выпустил ARKit. Я на самом деле люблю Apple. Apple любит создавать хайпы из ничего. Потому что вот Google Daydream технология, которую сейчас они пытаются переродить, то есть они его пытаются объединить с проектом Tango и переродить в ARCore, существует уже давно. То есть трекает, в принципе, более-менее стабильно. Ну, там есть какие-то огрехи. Опять же, за последнее время железо подтянулось, то есть камеры стали более четче, мегапикселей добавилось, там автофокус наконец-то начал быстро работать. И более-менее. Опять же, в случае с Apple, на самом деле, в последних айфонах работает хорошо. То есть, в принципе, трекается, голограммы не дрожат, все хорошо. Но опять же, как будет работать на старых девайсах, да? То есть мы знаем, что айфон, цикл обновления айфонов не такой быстрый, и все равно люди не бегут там за каждым новым айфоном, там завтра же выйдет айфон, обязательно завтра куплю, послезавтра еще один, послезавтра еще куплю. Все равно люди ждут одно-два поколения, покупают чаще через поколение. Натолько оно там будет хорошо встретиться, там какие-то проблемы, это вопрос. И как бы отсюда вытекает еще один пункт, опять же, из эргономической составляющей, что в промышленном применении, то есть, ну, телефоны это просто никто не возьмет. То есть вы придите на любой завод, скажите, вот мы вам сделали клевую, там, дополненную реальность, то есть мы там можем выводить там показания датчиков, вот вам телефон. То есть даже если вы возьмете достаточно большой телефон, на вас так посмотрят, что, и все. Ну, для них это просто неудобно. Маленькие экраны, маленькие размеры. То есть нет. Ну, опять же, вот пример с Pokemon Go. То есть из всех, кого я спрашивал, кто пользуется Pokemon Go, как бы вот эту вот составляющую дополненной реальности не использует никто. То есть один раз попробовали и забыли. То есть это реально одноразовая технология. Все. Любое применение, вот которое Apple сейчас толкает варкир, это тоже одноразовая, по сути дела, вещь. То есть там Ikea разработала какое-то там супер-пупер приложение, обставьте свою комнату. Как часто мы меняем мебель? Один раз, там, ну, два. То есть, ну, это все разово. То есть, да, круто, да, хайпово, но разово. Немножко уменьшимся, ну, и пройдем уже плавно к очкам. То есть вот Google Glass. Клево. Первые очки легкие, технология хорошая. Но, опять же, хайпа было много. Сколько реального применения? Нисколько. То есть ходили звезды, ходили кинозвезды. Все ходили с ними, там, понтовались. О, Google Glass. Но на самом деле консюмерский проект закрыли. То есть Google Glass официально не продается на обычным пользователям. Теперь его продают из корпорации. И на самом деле вот Google молодцы, они нашли свою нишу. Вот здесь это работает. В чем плюсы как бы? Легкие, весные, удачно работают, маленький экранчик. То есть вот применение на заводе просто идеальное. То есть рабочий делает какую-то операцию, очки ему либо голосом, либо на мелком экранчике показывают, что ему нужно делать дальше. Но при этом, как бы, рабочий должен знать, что ему делать дальше. То есть сами очки, они просто ему не покажут, что вот ставь вот эту деталь туда или не подсветит ему ничего. Опять же, тут вот такие вот эргономические сложности, они дают о себе знать всегда. То есть мы не можем сказать, что вот тебе нужно… Мы можем максимум написать там соедини трубу А с трубой Б. Но сам машинист или сам, в данном случае инженер, должен знать, что есть труба А и что есть труба Б. То есть мы не дополняем реальность, мы скорее просто помогаем подсказывать и избавляем от лишних экранов на производстве. Я не знаю, если вы видели, как собирает автомобили, то есть один рабочий выполняет много операций. У него висит экран. То есть на экране выводится операция. Он, ага, вот это пошел, сделал, опять возвращается экран. Ага, это пошел, сделал, опять возвращается экран. То есть здесь мы уменьшаем просто вот этот цикл хождения, и у него все сразу под рукой он все делает. Вот. Но опять же тут возникает вопрос, насколько это дополненная реальность. То есть да, дополненная, ну так. Ну давайте главному тортику. Microsoft HoloLens это, скажем так, вот первый девайс, который приближает нас. Вот приближает к нас, скажем так, дополненная реальность. Ну Microsoft называет уже смешанной, и в принципе в чем-то они правы. То есть это такое первое приближение, первая ласточка. Но опять же вернемся к нашим любимым проблемам эргономики. То есть кто пробовал HoloLens, наверное, после прохождения вау-эффекта сразу замечает одну такую вещь, что угол обзора. То есть да, то есть вот на всех роликах это выглядит вот так красиво, там большой угол обзора, там все клево, все классно. На самом деле вы видите вот примерно вот так. То есть вы видите такой небольшой прямоугольник перед собой в виде голограмм, а все остальное это ваш обычный мир. И если вам что-то не понравилось или что-то вы не видите, то как бы вот. Да, это ограничение технологии, это железное. Но понимаете, когда к вам приходит заказчик и говорит, блин, я не вижу. Ну вы же ему не скажете, что заказчик-то дурак. Прости, ну поправь очки либо отойди подальше. То есть ну это неправильно. Это ваш пользователь, вы должны его любить. То есть есть ограничение технологии, с ними приходится мириться, и это надо будет тоже как-то обрабатывать. То есть даже если мы вернемся вот к начальной картинке самого Майкрософта, если вы заметите, вот девушка, она стоит на некотором расстоянии от голограммы. Потому что она прекрасно понимает, что она не увидит просто, если она будет стоять поблизости. Особенно вот если мы посмотрим на вот этот большой кубик с кучей там цветов и прочее, вы подойдите к нему поближе, вы увидите вот так вот, его наполовину обрежете, и все остальное вы просто не увидите. Потому что угол зрения 30 градусов, очень-очень маленький. Как бы если мы посмотрим даже на официальную документацию Майкрософта, то есть это вот реально картиночка, что ваши голограммы от пользователя должны стоять на расстоянии двух метров. То есть это вот такое, ну более-менее нормально, ну минимум полтора, минимум. То есть, вы представьте, да, я как пользователь одеваю очки, хочу подойти там, не знаю, вот у меня там какой-нибудь кубик или еще что-нибудь, шарик, я хочу подойти его под, ну, как бы потрогать, а я не могу, потому что я должен стоять от него на расстоянии вот полтора метра. То есть это вот тоже надо учитывать, с этим тоже надо работать. То есть эргономика как бы тоже вот страдает. Ну опять же, первая технология, первая ласточка, но промышленное применение уже есть. И даже вот тоже вот ролик, еще один тоже такой от Microsoft. То есть это официальное… А, ну ладно, у нас есть даже звук. Ну звук нам на самом деле не интересен. Давайте я его немножко заглушу. Вот. То есть если вы посмотрите, это вот первая игра, скажем так, которую презентовал HoloLens, где голограммы по сути дела адаптируются от пользователя. Если вы посмотрите, все голограммы так или иначе, они как раз отстоят от пользователя на недостаточно большом расстоянии. И они появляются там же. То есть это, ну полтора где-то метра там есть. То есть видите, вот где стоит пользователь, ему сама игра даже подсказывает, что вот встань вот на эту точку. То есть встань типа от нас на полтора метра. И если вот на самом деле кто-нибудь попробовал в нее поиграть, если вы с этой точкой уйдете, вас попытаются обратно вернуть. То есть как бы они обрабатывают эту ситуацию, они прекрасно знают об этой проблеме. И все голограммы строятся вот из такого вот позиции. Опять же, еще одна боль, которой вам в любом случае придется столкнуться, это автономность. Так как HoloLens это полностью отвязанный девайс, у него своя батарейка, свой аккумулятор. И, ну, 4 часа. То есть если тяжелые модели, много голограмм, большие трехмерные какие-то объекты, ну, 4 часа вы из него выдавите. То есть если у вас что-то попростенькое, ну, можно часов до 6 протянуть, как бы не проблема. Из них, как бы, ну, около 3 часов, ну, ближе к 3 часам, вы потратите на зарядку. То есть либо, соответственно, мы опять возвращаемся к тому моменту, что пользователь должен просто сидеть на каком-то проводе. То есть вы привязываете его к розетке в данном случае. То есть если мы говорим, то есть вот все видели, наверное, этот красивый ролик, где там человек сидит в HoloLens, у него вместо мониторов там голограммы, он там это все, у него там какие-то большие графики рисуются. Ну, по сути дела, вы все равно его садите на провод. То есть как бы весь день, опять же, вы в этом деле не проведете, потому что вот на вашей голове будет устройство весом чуть больше полкилограмма. Как долго вы сможете его протаскать. Вторая проблема – это устройство еще греется. Не забывайте, то есть если там тяжелые модели, еще оно выделяет тепло, и оно реально греется. Через час использования вы 100% вспотеете. То есть я потел через полчаса, я не знаю, как стали, но сейчас вот я вот гарантирую, все вспотеют. И оно же еще обод, оно еще потеет по периметру. В общем, об этом тоже думать надо, и это надо тоже учитывать при разработке любых приложений. То есть что, не думайте, что вот пользователь надел, и он весь день ходит с этой HoloLens. Нет, такого не будет. Там 100% он устанет и так далее. Опять же, возвращаемся к проблемам уже таким программистским. То есть есть проблема с трекингом, она тоже никуда не ушла. Причем с трекингом тут очень такая веселая проблема. То есть сам HoloLens, он очень хорошо строит пространство вокруг себя. Он очень хорошо комнату, он очень хорошо определяет положение себя и очень хорошо отслеживает голограммы, которые вы расположили. Но вот мы нашли такую очень интересную особенность, что если у вас есть Box Collider, то есть кто работал с Unity, наверное, догадается, то есть это вот такой объект, с которым вы отслеживаете некие пересечения, да, расчеты, то есть лучи и так далее. Если он у вас равен размеру всей модели, то есть он достаточно большой размером с пользователя, вот я запущу видео, то есть вот как бы все нормально, то есть он достаточно ровно держится, но как только мы подходим к границе объекта, видите, начинается тряска. То есть вот как говорил Дэн, да, там пьяный, с бутылкой и так далее. То есть у пользователя начинается дикий шок, что происходит и опять же рекомендация Microsoft полтора метра, да, то есть если мы даже ей следуем, все хорошо, как бы, ну, мы вот нашли это случайно, то есть не приди к объекту, не давая пользователям случайным пробовать линзу, мы бы вообще бы этого не нашли. То есть это бы нашлось бы потом нашим заказчикам где-то там. Вот сейчас ролик чуть-чуть подальше там. Ну да, ну вы заметили, да, вот прям тряск, вот его прям трясет, прям шатает. Хотя по логике вещей он должен висеть ровно в своем месте. Если мы отойдем, все будет идеально, все хорошо, все замечательно. Еще с одним кейсом, с которым мы столкнулись, это HoloLens на улице. То есть это, наверное, самый, ну не самый, наверное, третий по популярности вопрос, как бы, а что делать с линзой на улице, то есть будет ли он работать. Официальный ответ очень простой, пробуйте. То есть это официальный ответ этот Майкрософт. Как бы, ответ такой, что HoloLens, сама линза специально спроектирована для работы внутри помещений, но никто не запрещает вам это попробовать. То есть это вот официальный ответ, он где-то даже там в их блоге, в постах, то есть везде вы это можете найти. С чем столкнулись мы? Здравствуй, солнце. То есть как слепли экраны наших телефонов, что, то есть телефоны сейчас более-менее уже выросли, здравствуй, AMOLED, супер AMOLED и так далее, уже не слепнуть, но с линзой происходит примерно вот так. Ну то есть в лучшем случае вы там что-то разглядите. Причем не имеет значения, яркое это солнце или пасмурное. При ярком солнце вы вообще ничего не увидите, даже при максимальной яркости устройства. При пасмурном солнце ну будет примерно вот так. Ну то есть где-то, что-то, как-то. И когда мы сказали заказчику, что это надо учитывать, как вы смотрите, есть ограничения технологии, он сказал, ну ладно, будем что-то придумать, мириться. Ну как бы проект пошел, но были свои ограничения. То есть там ставили какие-то тенты, еще что-то, это надо было все учитывать. То есть опять же, с точки зрения эргономики, ну это ужас. То есть вот вы привязаны. Вот в данный момент технология, вот сейчас мобильники 10 лет назад. То есть ждем 10 лет, возможно допилят, разработают. Опять же, еще на что следует обратить внимание, свет UI. То есть любые элементы, любые голограммы, которые вы выводите, важен их цвет. То есть мы учитываем то, что линза, она все равно такая, немножко полупрозрачная. То есть если в темном пространстве или в каком-то таком затененном помещении, в принципе любой цвет вы увидите хорошо. То есть там проблем не будет. но включили свет, открыли окна, шторы, там солнечный свет, что угодно, все, все бледнеет, все темнеет, ничего не видно. То есть надо приглядываться, либо если вы особенно даете незнакомому пользователю, который UI вообще первый раз видите, он может там просто ничего не заметить. светлые, ядовитые цвета, сам а то, их хотя бы будет видно. То есть там делайте обводки, делайте что угодно. То есть это будет видно. То есть с этим надо тоже работать, это надо пробовать. Вот мы вот пришли к такому заключению. Поговорим про управление. То есть я очень люблю наблюдать за людьми, то есть вот когда вот даешь линзу человеку просто неподготовленному, то есть ты говоришь, о, смотри, Hello Lens, вот у него там виртуальная реальность, дополненная реальность, на, попробуй. И ты его просто бросаешь вот в омут с головой и смотришь, как он адаптируется. То есть особенно это очень показательно, если наблюдаем за не айтишниками. То есть не айтишниками, не геймерами, которые в принципе далеки от этого всего. То есть одевают они, ну в принципе нормально, помогаешь им одевать, все хорошо. Вау-эффект первые пять минут вообще впечатляюще. Там вау, я вижу там, ух ты, там и так далее. Начинают ходить, двигать и так далее. Но когда дело доходит до взаимодействия, UI или уже вот именно вот какого-то вот взаимодействия непосредственно с интерфейсом, тут начинается самое веселье. Первое в чем проблема, что пользователям нужно объяснять, что вот курсор в центре, он не твой взгляд. То есть как бы, а он именно то, куда ты направил голову. То есть в первое время люди пытаются туда смотреть. То есть это вот замечание, я говорю там, вот у тебя там на стене висит вот кнопка нажми, ну как бы нажми ее там. То есть ты как? Ты смотришь на нее и нажимаешь. Человек смотрит на нее, пытается как-то нажать. Ну что-то не получается. Мы говорим, смотри, в центре есть курсор. Многие его не видят на самом деле. Вот есть тоже такая проблема. Им надо прямо объяснять, что где-то там в центре найди точку, сведи глаза в центр. Они ее находят. О, да, тоже там вау-эффект продал в положение. Потом они начинают учиться двигать этой точке. То есть тоже не у всех получается. То есть это тоже надо такое вот учитывать, что у кого-то голова трясется, кто-то там, не знаю, как-то зажат, у кого-то с шеей может там хандрос проблемы. То есть не у всех сразу получается. То есть вот он ведет, ведет, идет эту точку. Все, справились. И тут начинается самое веселое. Клик. Давайте сделаем этот жест кликом. Ой, боже. Сколько нервных клеток погибло. То есть линза, в принципе, клики распознает достаточно хорошо. Но люди сначала пытаются по-разному держать свои пальцы. То есть они либо как-то не так держат, пытаются сгибать их по-другому и так далее. Ему говоришь, вот полностью сгибай палец. У кого-то это не получается. Кто-то руку уводит куда-то в бок, снизу и так далее. То есть у кого-то первый клик сработал, второй уже все, не получается. Вот вообще люди расстраиваются прям сразу же. Там стандартный жест блума – это вообще отдельная история. То есть тоже не у всех получается. Как бы хотя бы… Хотя вот если так посмотреть, жесты достаточно простые. То есть там что, блум, палец, щепоть, все. Как бы проблем не должно, по идее, возникать. Microsoft даже сама говорила, что мы исследовали, что это достаточно просто. Но нет. Как бы неподготовленному пользователю, особенно если мы говорим про производство, про применение, допустим, при обучении на каких-то промышленных объектах или, в принципе, вывод какой-то информации, это не будет работать. То есть у пользователей будет возникать проблема, особенно у неподготовленных. И как бы еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, допустим, линза умеет распознавать положение рук. То есть как бы вот этот вот жест, что мы пытаемся потрогать голограмму, в принципе сделать можно. Но отслеживание рук работает не так точно, как бы хотелось. То есть как бы для жестов это идеально. То есть жест отслеживает очень точно, очень хорошо. Но именно вот положение рук тоже. Где-то запаздываем, где-то наоборот не успеваем. Иногда пользователи не могут соотнести, как бы вот голограмма ближе к нему или дальше. То есть кто-то не доходит до голограммы и пытается ее уже пощупать, а хотя на самом деле ему просто расстояние не хватает, ее пощупать. И вот такие ситуации просто становится сложно обрывать. А вот хочет он ее пощупать или не пощупать, тут мы уже тоже сложно отследить. То есть мы можем… Ага, вот рука появилась, да, вот мы видим, что она там на расстоянии. Но там как он подвигал пальцами, не подвигал, это уже вот начинаются танцы с бубном. Вот по поводу… Ну, в принципе, motion leap – это вот яркий пример, если кто-то пробовал. Вот как пошли мы? Мы поняли, что человек быстро учится смотреть. То есть вот свертеть головой, он учится очень быстро. И мы решили вот пойти следующим путем. Мы просто ждем, когда человек сфокусируется на какой-то точке. И когда он сфокусировался на ней, мы уже делаем взаимодействие. Что вот интерфейс начинает с ним взаимодействие. То есть вот нажатие на кнопок происходит вот просто вот задерживанием взгляда. То есть в наших проектах, вот особенно с неподготовленными людьми, это работает вообще хорошо. То есть им этого достаточно. То есть они просто счастливы. То есть им там клики, если и нужны, то не в первую очередь вот этого как бы им… Что они вот просто видят кнопку, они на нее смотрят, и там через секунду кнопка срабатывает. Это вот как бы верх счастья. Ну вот можно еще посмотреть. Опять же вот обратите внимание, да, то есть вот здесь как бы мы… То есть, ну скажите, стабилизации курсора нет. То есть если вы посмотрите внимательно, он прям дрожит. То есть видите, прям дрожит, дрожит, дрожит. То есть даже вот… Если у вас не будет стабилизации именно вашего курсора, да, что вот как смотрит пользователь, то есть вот сглаживание вот этих мелких вот вибраций, то с вашим интерфейсом опять же будет сложно пользоваться. То есть это тоже надо учитывать, что как бы люди не держат голову ровно. То есть она все равно немножко вибрирует, и девайс это чувствует. Девайс как бы достаточно точно это чувствует, он это ощущает. А учитывая, что пользователь должен смотреть вдаль аж на 2,5 метра, там погрешность накапливается еще там. Ну вот как бы у меня вот такой доклад. По поводу заключения. То есть технология новая. Особенно вот если говорим про линзу, она новая. Присутствуют детские болезни, этого никто не отрицает. В случае Apple, я думаю, будет то же самое, в случае этого аркита, что-то будет. Проблемы возникают спонтанно. То есть реально спонтанно они находятся случайно. То есть давайте свой проект, там, если что-то, если вы делаете, на тест вот неподготовленным людям. Это вот самая лучшая лакмусовая бумажка, что у вас просто будет. То есть найдите там человек с улицы, скажите, вот, смотри, очки, хочешь попробовать? Он говорит, да, все, берете, пробуйте, потому что он вам покажет то, до чего вы сами можете не догадаться. Потому что вы разработчики, вы знаете ограничения технологий, он их не знает. И он пытаться будет взаимодействовать с ними наиболее на естественном уровне, на том, на котором будут взаимодействовать ваши заказчики. И вы как бы сможете это все попробовать. Ну, опять же, вот, третий пункт и следует из второго. Что разработчик предусматривает по одному, пользователь вообще будет идти по другому сценарию, даже не заморачиваться. То есть вы, как бы, да, вы можете встроить обучение. Первый раз работает, на второй раз, а, я уже проходил обучение, они уже будут пытаться пробовать что-то новое. То есть это все нужно обрабатывать, об этом всем нужно думать, это все нужно проектировать, это все нужно понимать. И, как бы, если вы это не заложите изначально, это вам донесет потом много боли потом. Особенно, если заказчик будет, ну, не совсем понимающий. Ну, самый важный какой вот посыл, думайте о своих пользователях. То есть технологии хорошо, там, программные комплексы хорошо, программное обеспечение хорошо, инструменты разработчиков хорошо, но пользователь — это вот ваш бог, на который вы должны валиться. То есть он оценивает ваш продукт, не вы сами. То есть если он готов его купить, он готов в него вложиться, он готов им пользоваться, то есть вот ваше счастье, то есть у вас будет работать. Ну и, соответственно, главный пункт — пробуйте, все получится. То есть как бы пока не наломаете шишек, не наломайте дров, когда ничего нового не узнаете. Итак, я все. Есть вопросы? Поясните, пожалуйста, вы на рынок российский, американский, в основном на какой работаете, потому что это важно с точки зрения лицензирования всех этих устройств? Можете здесь немножко конкретики? Да. Ну, у нас есть проекты как российские, так и зарубежные. Ну, большая часть пока что российские. То есть это все идет пока что уровень разработки и исследований. То есть реальных внедрений еще не было. То есть пока что наши заказчики вместе с нами, они исследуют, ага, как это можно применить и где. А вот именно в связи с санкциями, там, импортозамещением, лицензированием, я вот не знаю, Google Glass Enterprise разве не лицензированы в России сейчас? Ну, Google Glass, я так скажу так, вы в принципе не купите, если вы не американская компания. То есть Google Glass продается только напрямую американским компаниям и точку. Все. То есть, и причем, опять же, не всем американским компаниям вы еще должны доказать, что вы его хотите, вы его достойны. Потому что из того, что знаю я про Google Glass Enterprise Edition, то есть вы подаете заявку, Google потом с вами работает, где-то еще год пытается это все внедрить к вам, и только потом вы сможете получить вот реальное устройство. До этого никак. В случае как бы остальных устройств, ну, пока что это исследовательские проекты, пока не дошли до внедрения, как бы вопрос лицензирования стоит в единичном формате. Ну вот, кстати, да, Антон, наш технический директор, может дополнить. По лицензированию очень хороший вопрос, потому что все предприятия про него задают. Собственно, насколько я знаю, на территории РФ не сертифицированы очки, официальной лицензии нет. Я видел в интернет-магазинах московских, они продаются, где указаны, у нас есть все лицензии и сертификаты. Мы пробовали до них дозвониться и узнать подробности, у меня пока не получилось. Вот где это они взяли эти лицензии и сертификаты, я, честно говоря, в них не верю. Значит, у нас сейчас за деньги реализовано, вот все-таки несколько проектов есть для заказчиков. Мы их два пути, если мы передаем их вместе с очками, то это передается как аппаратно-программный комплекс. Никаких холловенс там не звучит нигде. Ну, то есть, если готовы заказчики на это идти, то окей. Вот. Либо аренда. То есть, например, им нужна разовая какая-то акция, либо время от времени мы даем просто их в аренду и продаем чисто софт. В общем, зарабатывать на продаже холловенс мы пока не пробовали и, честно говоря, не будем этим заниматься. Ну и Семен, наверное, забыл добавить еще. Все вот эти проблемы с холловензами конкретно, которые сейчас есть, Microsoft обещает решить в следующей версии. Они обещали, что версия выйдет в апреле 2018 года. Сейчас это сдвинулось. Буквально информация там октября, по-моему, перенесли они релиз. Они сказали, второй версии холловенс не будет. Будет сразу третья. И будет это январь 2019 года. Вот. При этом площадь экрана они обещают увеличить в два раза. Соответственно, углы обзора тоже. Ой, нет, вру. Углы обзора в два раза. Площадь экрана получается в четыре раза, наверное. И, собственно, что там еще? Вот я, например, лично абсолютно уверен, что у них помимо распознавания стандартного вот этих жестов, есть еще много чего для собственного применения, что они просто не выносят в API. Вот. Ну, однозначно там будет масса-масса нового. Вот. Ну и они, кстати, обещают, что это станет массовым. То есть будут продавать дальше везде. То есть вот эта третья версия выйдет на консюмерский рынок, потому что сейчас они продаются в восьми странах мира. Нет, восемь. Я смотрел. Восемь стран. Это, значит, США, Великобритания, в Европе только Германия и Франция, Новой Зеландия, Австралия, Япония и, как ни, страны Китай. Ну, Швеция сейчас. А, ну, может быть, я не видел. Ну, а по поводу, кстати, поколения очков, вот тоже, вот, как бы, первые очки, это, да, это детские проблемы, с этим все сталкиваются. Второе поколение Microsoft не делает, как бы, так специально, скажем так, потому что есть другая контора. Наверное, все слышали Magic Leap, ни для кого не секрет, который делает абсолютно технологически другое устройство. И, как бы, все эксперты сошлись на то мнение, что вот HoloLens такое переходное поколение между, как бы, виртуальной реальностью и дополненной. То есть это даже не первое поколение, а, скажем так, один с половиной некое такое, что, вот, соответственно, Magic Leap, это будет полностью второе поколение, и Microsoft, она как раз пытается прыгнуть через второе поколение уже на абсолютно новое, но новое железо, которое будет выдавать что-то другое. Спасибо. Еще вопрос? Да-да, я просто жду микрофон. Спасибо за доклад. Можно объяснить мне немного? Я сам графикой не занимаюсь, ни VR, ни 3D в частности. Как происходит процесс вообще отладки приложений? Вот разработчик сидит, ему надо какой-то баг поправить, и что, ты одеваешь шлем, ставишь точку остановы, и вот как этот процесс происходит? Ну, чисто технически, да, так и происходит. Но, опять же, возвращаясь к тому, что девайс первое поколение, существуют детские проблемы инструментария. То есть у кого-то не билдится, у кого-то не запускается дебаг режим. То есть у нас есть такие проблемы, что вот берем два ноутбука, чистая система, все нормально, ставим Visual Studio, ставим инструментарий, на одном дебаг работает, на втором нет. Потом меняется. На втором начинает работать, на первом перестает. Вот как-то так вот есть такие приколы. Они никуда не везутся. Ну, а в целом, да, процесс разработки идет как? Что весь разработчик, он, допустим, делает свою сцену, он тестирует ее сначала на экранах, то есть там есть такой режим симуляции. Он симулирует, допустим, собирает релиз, чтобы это быстро запустить, ну, быстро работал на девайсе, посмотрит реальный экспириенс, включает девайс, походит там по комнате, посмотрит. Есть ли там какой-то серьезный баг, да, то есть он подключается проводом и непосредственно, да, точка останова и вперед. Как бы вот так, так и работаем. Спасибо. Спасибо. Вообще тестирование и основная масса багов лечится прямо непосредственно из самого Unity, то есть, ну, там так же, если на Unity разрабатывал, play нажимаешь, и симуляция управления происходит, и ты в основном… Ну да, я говорю, симуляция. Да, все баги. Есть баги, которые возникают, вот, например, как Семен показывал, с тряской, вот, их можно обнаружить только уже на девайсе. Соответственно, 80% багов ты лечишь в Unity, а остальные 20% уже непосредственно надевая девайс и, ну, навигируясь, то есть вот так вот. Ну да, где-то так. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Все, еще вопрос. Ну, давайте еще раз человеку дадим. Мне кажется, их можно на центрифугу отправлять, их тошнить там не будет. Ну, в целом, правда, да. Да, потому что когда та же самая неоптимизированная модель, там, FPS, не знаю, там, 20, вот, они там что-то пытаются тестить. Ну, прям такие устойчивые… Устойчивые, на самом деле, к этому все, ну, это тоже привыкание, и даже там кто-то соревнуется, да я там шлем при таком-то FPS тестил, вот, 80-го левела, короче говоря. Да. Ну, да, вживую ребята тестят. Они либо космонавты, либо пьют очень много. Кстати, отличная статья вышла на Миссиюру буквально там дня три назад, как в Барусской штатовой Диарке такой раз. Очень много реальных, практических кейсов. У нас прям целый доклад сейчас будет. Кстати говоря, там… Нет, ну, там, в том числе и про эти проблемы. Ну, действительно, на самом деле у нас обычно такая история, что ребята стараются… Ну, то есть, если тебе надо что-то тестить с VR-ом, твой день на этом закончился. То есть, все, ты после этого бесполезен практически. Если там еще… Особенно, когда ребята тестируют схему управления, и когда у них там камера начинает так вот бешено куда-нибудь там вращать, все, это досвидули. 10 минут, и человек готов. То есть, у него… Надо заменять следующим. Мы забываем про 1% людей, у которых, в принципе, всегда тошнит от VR-а. Хоть что с ним делай, это вот просто биологическая особенность. Я знаю только одного графического программиста, который не тошнит от VR-а. Техдиректор от Roblox. Я говорю, Арсений, тебе как это не тошнит? Он говорит, ты посмотри на меня. Говорит, у меня там жуткий астигматизм, я стерео не вижу. Ну, вот так. То есть, человек просто стереоскепически не видит, у него проблем нет. Там человек вопрос хотел задать. Вопрос был про HoloLens. Сейчас вы по делу говорите, что очень плохой Google обзор, а это давно известная проблема. При этом есть на рынке другие решения, там мета, например, очки. Что-нибудь смотрели в эту сторону, сравнивали, думали именно… HoloLens не единственное же решение сейчас на рынке. Ну, начнем с того, что HoloLens достать просто проще. То есть, это вот как бы объективный фактор, против которого просто не попрешь. Потому что он только у вас. Ну, не то, что его только… На самом деле, вот там девайс, который сейчас демонстрирует Егор, он не наш. Мы такую тайну откроем, он не наш. То есть, его привезли издалека. Да, наш уехал. То есть, на самом деле, линзу… То есть, в России не мы уже давно единственные, как бы, кто ее ввез так или иначе, кто-то с ней разрабатывает. Ее относительно проще достать. То есть, ну, съездили во Францию, купили, привезли. Все, проблем нет. То есть, таможни вопросов не задают, ничего не задают. Как бы вот. Если мы говорим про мета и все остальное, то это опять же рынок США. То есть, пока что. Это пока что какие-то прототипы и так далее и тому подобное. Ну, достать просто относительно сложнее. И опять же, инструментарий, ограниченность. То есть, если мы говорим про Microsoft, Microsoft все-таки, она сейчас двигает побочное свое направление. это, господи, Windows, как же он называется-то, я уже… Ну, вот эти новые шлемы, которые, да-да-да. Ну, то есть, вы поняли, да, что вот у вас десктоп, он будет в VR. То есть, он не дополнен на реальность, он такой, половинчик. Потому что у вас устройство будет распознавать все препятствия, но оно не будет вам их показывать, оно их будет заменять какими-то там голограммами. То есть, и все-таки Microsoft, он, аудитория у него пошире. То есть, ну, именно инструментарий попроще. Самое главное, чем ведет Microsoft, это, да, наличие инструментария. То есть, он развивается очень быстро. Microsoft сотрудничает там со всеми производителями основных игровых движков. И сейчас инструментария будет только больше, он будет улучшаться. То есть, даже стоимость разработки хотя бы просто ниже. Я добавлю, если говорить про официальный, да, ввоз в Россию и так далее, то есть практически единственные очки, это Epson, которые официально ввозятся, можно их купить и продать. Ну, то есть, поставить как Enterprise решение. И, ну, есть какая-то даже поддержка. Если HoloLens, допустим, сломается, нужно, я не знаю, с паяльником будет ехать туда. Ну, проще новые привезти. Ну, да. То есть, вот сейчас это вот так решается. Ну, это такое. Пока это не ровно. Но по поводу Epson, они, по-моему, не очки. У них еще есть какой-то модуль дополнительный, да? Ну, проводочек, а там устройство, да. Ну, зато полегче на голове немножко. Ну, вот это просто, что, да, что есть на рынке. Но тут, на самом деле, я не понимаю, вот при всех этих минусах, кто зомбирует этих бизнес-пользователей, потому что все, они, им показываешь VR-приложение, то есть, они такие, крутяк. Таким, ну, это же VR. Погодите, вот мы слышали, что AR более модное, и мы слышали, что HoloLens — это крутая вещь. Единственное, советом, идите сами попробуйте. Вот после этого вот у вас вопросов больше не будет. Потому что, ребята, вот на роликах все очень круто. Все люди, которые после попробовали, такие, о-о-о, как у ребенка конфетку отобрали. То есть, ну... Я могу ответить, честно. Это вот вы и все? Да, да. Я за последний год одел эти очки на кучу больших людей от главы Росатома до начальника штаба ВВФ России. Вот, а нам с ним потом разруливать. Да, да, да. Они на самом деле все в восторге, да? Первые пять минут. Не-не-не. Они через четыре. Не-не-не. Они там по полчаса бегали. Я могу сказать, вот Семен очень правильно сказал про UI. Это даже так, UI-UX, да? UI-UX, да. А если здесь совершенно другой подход к проектированию UI-UX и сейчас те методы, которые мы традиционно используем, вот мы пытаемся переносить менюшечки какие-то, мы пытаемся переносить кнопочки. Вот это вот все с ER-ом работает очень плохо. Про это будет следующий доклад. А, ну да, да, да. Вот, я, я... Как мы работаем? Сейчас достаточно много хороших YouTube-роликов про использование мировых примеров применения. Я вот смотрю, как делает, например, Schneider Electric, я не помню для кого. Там шикарный, просто шикарный пример. Смотрите, как люди делают и копируйте. Вообще подходы просто уникальные. Ну, и тут нужно понять, что, опять, не идея плохая, идея ER, она прогрессивная. Просто железо еще, ну, мы просто немножко еще не в той точке времени. А, ER, ER железо. Ну, давайте еще лет 10 подождем, и все будет хорошо. Нет, 10 много. Ты знаешь, вот, Дэн, я про эту историю все время рассказываю. Я в 2002 году читал лекции по компьютерной графике, показываю первый в политехе, а может даже в Томске, цифровой фотоаппарат, который лично Ходорковский подарил, значит, политеху. Он снимал с разрешением 300 на 150, стоил 500 баксов для того времени просто что-то нереальное. Говорю, показываю студентам, говорю, смотрите, цифровая фотография в обозримом будущем не победит обычную. Вот, прошло 5 лет, да, и у меня в кармане там, ну, понятно дальше, да, вся эта штука. То есть на том уровне технологий, да. Вот я больше здесь согласен, наверное, с Пелевиным, да, который в последнем айфаке, там у него все ходят в огментах, и, собственно, это главный… Ну, 5 лет, хорошо. 5 лет, да, 5 лет. Ну, хотелось бы, да, чтобы пораньше. Не, на самом деле, может быть, и быстрее, потому что MagicLip уже очень близкий культуру своего девайсика. Такой инсайт. Не лучший инсайт от других чуваков от MagicLip, с которыми мы общаемся. Ну, оно, да, оно уже работает, но пока что консюмерам это показывать нельзя. Ну, пока что фургончик для их перевоза, да. Да, да, да. У нас тоже… То есть на MagicLip там Unijine запущен, уже как бы работает, но… Но пока что, да, это еще далеко до применений. Так, спасибо Семену большое. Да, у Семена сегодня нюхаю. Надо его поздравить. Семенов на рождении. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...